ТОП 5 ЛУЧШИХ МОМЕНТОВ КСГО Добро пожаловать! Добро пожаловать, друзья, на трансляцию гранд-финала Краков Мейджор от PGL и, в общем-то, с вами Слэмстрайк по-прежнему. Карта Инферно, третья решающая карта. Развязка. Самая настоящая развязка гранд-финала The Major Краков 2017. Самое интересное. Развязка узлов, которые завязали за две. Да, вот вязали Immortals карты Cobblestone, в свою очередь, гамбиты. Они плотненько подытожили на трейне все это дело. Ну и теперь Инферно. Инферно, на котором Immortals проявили себя с лучшей стороны. И Инферно, которое не совсем зашло вчера у Гамбит. Правда, в соперниках были Астралис. Наверное, после вылета СК Гейминг основные претенденты на звание чемпиона. Но гамбиты всех удивили. Ну что, последняя первая пистолетка этого чемпионата. И атакуют Immortals. Бразильцы показали, что умеют играть эту карту. Также и гамбит, в принципе, не остались без, как бы, дела. Разобрали шведов. Адрен минус болтс, это банан. И неприятный момент умо. Пытается вычислить по голове. Попадает. Хорошо работают казахи. Очень хорошо. Ну, доигрывать все равно придется против очень такой львиной агрессии. И бразильцы умеют атаковать на ноге с КНГ. Расправились. Дося. Ну, пистолетку надо забирать. 2 в 4 ситуация. С Тилухени постараются спасти раунд для команды Immortals. Ну, тут просто великолепно организованный перекрестный огонь. И как танцует Даня в очередной раз. Ну что ж, друзья, сразу же ставятся паузы. И я подозреваю, что пауза ставится именно командой Immortals. Будем надеяться, что это не какая-то техническая... Да-да-да. Это именно тактическая пауза. Показывают досью, зал разрывается. Просто разрывается на части. Все болеют за досина. Вот. Казахи приехали. Еще бы. Респект ребятам. До Польши не так уже далеко. До Польши не так уж и далеко. Да, действительно. Это очень здорово оказаться на месте проведения такого чемпионата Хнык. 1-0, друзья. Ты давай еще добавить Хнык, 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 Хнык. Да, будут ли Форсити Immortals? Вот в чем вопрос. Бомбу не поставили. Там, смотри, у Лукаса... У Лукаса 800 долларов. И да, скорее всего, это будет... Ну, бэкап на начало раунда, скорее всего. Просто вместо Лукаса бот уже на сервере. И, видимо, может быть какая-то проблема. Там тех проблем даже, кстати, писали в чате. Так, ну а пока немного шуток, друзья. Шутка. Смейтесь, а то забаним. Хнык, Хнык. Куровод. Продолжаю плакать. Ооо! Атака курочек. А еще кур можно по размеру делать вот большими. Кто выпустил? Они будут за тобой бегать. Они будут за тобой бегать. Кто выпустил это стадо? Уважаемые зрители, в такие вот моменты перерывов я жду ваших сообщений, приветов, каких-то пожеланий в Твиттере. Так, ну что ж. Вот я смотрю на взгляд мой. По-моему, он сейчас смотрит сопернику в душу. Прямо в душу глядит. И посмотри, они играют в гляделки. Я тебя и на второй обыграл, еще и перегляжу. Ну, вроде бы как разбираются сейчас с проблемами, которые возникли у Лукаса. ПГЛ Крю старается на уровне... На коленях, Сопов. На каком уровне? На коленях потеет. Просто нет слов. Судейка. Техническая пауза. Ну, друзья, на этом мейджоре без технических пауз не обойтись. Ну, вот мы думали, что в финале все будет просто идеально, но и здесь возникают некие проблемы. Надеемся, с ними справятся ПГЛ очень быстро. Очень-очень надеемся. Вот такое интересное сообщение в Твиттере, а ты заметил, что это для тебя, а ты заметил, что Immortals это команда, Джимми, две винтовки. Кстати, как вариант. Как вариант. Все успели заценить Джимми. Ну, мы думали, что Джимми приехал на Гранд Финал с двумя картами. Но на самом деле в Джимми две карты, это не про сейчас, не про сегодня. Да, отменяется. Две винтовки, да. Две винтовки у Immortals точно есть. Есть ли у них Джимми? Вот в чем вопрос. Открыл капсулу с автографом, а там Досе. Это знак. Ну, хорошо, что не Джимми. Пишет человек с ником... Или лучше Джимми. Спиннер. Он пишет, у него ник Спиннер. Непростой Спиннер. Непростой Спиннер, друзья, но... Ник, конечно, очень откровенный. Зевс крупным планом. И тут вот хочется сказать аплодисменты. Ну, видно, что Девс уже что-то задумывает. На самом деле, ему просто, возможно, весело. Да, вот. Просто тонны радости на его лице, Сопов. Никому сейчас не весело. Никому сейчас не позавидуешь. Парни максимально напряжены, максимально собраны. Они понимают, что это гранд-финал, и здесь надо... Ну, вот, ПГЛ живи. ПГЛ живи, да. Друзья, пока у нас техническая пауза. Самое время болельщикам команды Гамбит поднять щиты. За Гамбитов надо точно щиты поднимать. Астралис уже позади, так что этот смайлик только за Гамбитов, друзья. Сколько у нас здесь? У нас здесь практически 140 тысяч. Это на начало третьей решающей карты. Работают на третьей решающей карте. Так, снова идет паджем банана от команды Гамбит. Они проверили. Опять же, оставили Хоббита. Хотя нет, все еще Хоббит Деадр. Но ситуация, на самом-то деле, очень близкая к тому, что позиции могут оказаться не совсем приятными для Гамбит. Хорошая хаешка от Доси. Прямо по Стиву. И... Ну, как же так? Стив чудом выживает в этой ситуации. Вторая граната от Земса. И Стив отправляется в таверну. Прочитали раунд. Видимо, опасались сейчас то, что будет врыв с ковров. И Доси сразу же попросил помощи. О, отличный выстрел по КНГ. Вновь мы видим эту чудовищную реакцию снайперу из Казахстана. И дальше все заканчивается как по ноткам. 5-0. Гамбит. Отличный старт на третьей карте. Покажите-ка, сколько настреляли Иммортал за пять сыгранных раундов. Там вообще беда провал. Там фрагов практически нет. Нас поправляют наши зрители вновь в Твиттере. И говорят, что на самом деле это не Адрен два банана. На самом деле ситуация... Спасибо вам большое за вашу замечательную аналитику. И Петрику тоже. Ну, вот. Все. Спасибо, друзья. Типа Петрик аналитик. Удачного вам матча. Да начнется вечеринка. Да начнется вечеринка. Да начнется первый пистолетный раунд. Что ж, Гамбит Гейминг, друзья. Маус Спортс. Ну, опять же, вот Ломобот и Зевс, они... Ты забыл самое главное. Мажор. Мажор, да. Первая игра этого мейджор-турнира. И, конечно, Игорь Декейс. Ну, и на самом-то деле первые три игры, друзья. Первые три матча этого чемпионата будут с участием наших команд. А значит, что сегодня устравы должны были запастись Валерьянкой или Кровололом. Ну, да. У нас действительно максимальный СНГшный Counter-Strike выпал на сегодняшнее утро. Гамбиты, флипсайды и потом команда Vegas Quadron против, кстати, Virtus.pro, которые еще и футболисты, а не только Counter-Strike. Ну, вы видели, как Снэкс пробивал эти сумасшедшие банки, конечно, на футбольном матче. Техника, уровень, бог. Итак, вернемся. Вернемся в игру, друзья. Опять же, все действие проходит в Кракове. Ну, и, в общем-то, Маус Спортс. Команда, которая сильно, четко и очень громко заявила о себе. Несмотря на то, что их немножко потрясло после ухода Ника, мы наблюдали, что у ребят все-таки могли быть небольшие сложности. Но, опять же, взяв молодого, талантливого под руководством, опять же, Сергея Бижанова, все очень быстро. Ну, короче, ребята пришли к прогрессу, к очень быстрому прогрессу. И с каждым днем становится только лучше и лучше. Гамбит Гейминг, друзья, команда, которая на этом ивенте даже, вот что и на том мажоре, так же и на этом мейджор-ивенте. Легенда. Да, легенда. Но она непредсказуемая команда. Ну, наверное, вот один из тех коллективов, который точно здесь будет сегодня удивлять. Ну, да, команда, которая была в неком спаде, команда, которая как раз-таки перед мажором начала набирать обороты и вроде бы нашла свою игру, по идее выровняла коэффициент к этому матчу как раз-таки к самому ее старту. Вот, то Моу Спортс не до конца с тобой согласен. Ну, почему? Есть некий инсайт, что возможно, возможно, по окончанию мейджора и даже в случае успешного выступления на этом ивент-турнире будут изменения в составе Моу Спортс. То есть, скорее всего, кого-то просто хотят купить, как я понимаю. Либо хотят купить, либо хотят набрить. Вариантов более чем достаточно. Опять-таки же оставлю все это завуалировано максимально. Просто будем наблюдать за этой командой, которая на этом турнире готова побеждать. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Это так первый пистолетный нас с вами ожидает. И, в общем-то, Гамбит здесь можно пожелать удачи. Матч для них будет действительно очень-очень жесткий. И, наконец-то, звуки игры появились. Понеслась. Так. Ну, боевой. Да, боевой рестарт. Все. Друзья, кейсы падают. И уже 67-75. Ничего себе, прощедрился. Да. Что творит. Сопов Дайкейс также работает. Можем обузить. Друзья, по хэштегам Краков Мейджор, КСС ЛТВ мы с вами держим плотное общение в интернете, в твиттере. Обязательно подписывайтесь на наши аккаунты. Ну, и постараюсь в Инстаграм снимать свои впечатления от матча практически после каждого. Будем задействовать также по максимуму Юрца, который что-то совсем затих в последнее время. Где что? Загоревший, отдохнувший. Где что? Аборт Мишин, пишет Адрен. Форс Аборт. Кто на косячи? Да. Бэкап. Ого. Круто. Сделали голосование за бэкап. Это очень круто, друзья. Раньше бэкап мог делать только админ. Ну, теперь это может делать Криджей. Либо есть альтернативная версия Криджей Админ. Ну, итак, пистолеты. Карта Inferno Mousports против Gambit. Дубль 2. Начинаем. Ну что ж, удивят ли Gambit Gaming? Ну, на самом-то деле, друзья, буквально недавно вот появилась такая, знаете, расфуфыренная, распиаренная инфографика. Я не буду говорить откуда. По количеству часов подготовки, то есть сколько у кого часов вообще в Counter-Strike Global Offensive на данный момент, вот в Gambit Gaming, если честно, там нормально. Там даже более чем нормально. Опять же, у них достаточно времени. Они не играют какие-то видные лиги последнее время. И на текущий момент, я уверен, к этому мейджор-турниру Зевс с Досей точно придумали какой-то четкий план действий. Ну, опять-таки, до статуса легенд ребята дошли на прошлом мейджоре, но вот все уже ждут от этого состава на таком ивенте, как мейджор, уже чего-то большего. Уже пора выходить в полуфинальный матч, уже пора разрывать в полуфиналах. Но как ляжет фишка в группе? Вот в чем вопрос. Ну, есть предположение, что вот... Ты же видел видео Gambit, которое снимали прямо перед этим ивентом? К сожалению, нет. Возможно, на этой ладе седан Gambit пронесутся по групповому этапу и окажутся в очередной раз в списке команд легенд. Ну, опять же, Маут Спортс очень опасный соперник на первые матчи. Опять-таки, ребята научились вот за порядочное количество времени максимально плотно концентрироваться в любое время дня на текущей встрече. Так, ВГЛ, по-моему, серьезно намерен ограбить Гейба на максимальное количество кейсов. Друзья, вы не обращайте внимания на перерыв, на паузу. Самое главное, что сейчас будут падать кейсы. Еще один рестарт-раунд, еще пачка кейсов. Еще один рестарт-раунд, еще пачка кейсов. За все это можем благодарить Адрена, который готов ставить паузу и начинать... Это абуз от команды Gambit. Или это Крис Джейн? Они просто... Нет, они просто хотят своим побольше кейсов. Своим фанатам, своим болельщикам. Все, в принципе, здесь правильно. Ну, Мо, Адрен на экранах, друзья. Еще бы вот Хоббита увидеть в этом кадре и вообще весь костяк из Казахстана. Не, ну, должны, должны сейчас собраться. Опять же, нам показывают вот эти вот панели сзади. Опять же, это тренерская панель. Она очень удобная. Я, кстати, ищетал отзывы тренеров по поводу ее. Так, ну что, у Зевса уже подгорает. Зевс уже готов. Вот, я вижу его лицо и понимаю, что они сейчас настроились. Так, Адрен, Оскар, Дося, Новых, ХФ, ХФ, Угар. Угар во всей красе, друзья. Что ж, поехали. Ну, на PICM Predictions мы видим то, что 47 на 53. Опять же, это официальная статистика внутриигровая. На самом деле, где-то так и есть. Ну, да, да, где-то так и есть. С учетом того, что мы мало знаем пока, что в игре команды Гамбит на данный момент. Они очень многое не показывали. Очень многое не демонстрировали. И в тот момент настал сейчас. Деннис на центре. Гамбиты играют, ну, без упора такого активного на банан. Тем не менее, драка за него уже начинается. Крис Джей. Оскар подстраковал. Минус Моу. Минус еще один от Оскара. Две жесточайшие головы. И, в общем-то, Гамбит в меньшинстве в первом пистолетном. Великолепно работает снайпер команды MoSports. Без АВП. С пистолетом в руках. Четких два минуса. Готов забрать третьего. Зевс не рискует, понимает сложность данной ситуации. Ну, и Гамбиты постараются спасти этот травм. Сделать это будет очень непросто. Тем не менее, сдаваться и опускать руки точно не стоит. И все мы прекрасно знаем, на что способен капитан команды Гамбит. Ну, вот тут на что способен Оскар. Ну, так, ну, решили пропустить Оскар. Абсолютно правильное решение со стороны Гамбит. Но, к сожалению, не удается сделать минус. Это ставит ребят сейчас в не самую ловкую ситуацию. Они понимают, что саблунта также может быть аркада. Может быть и перетяжка на B. Ну, и 5 в 3. Здесь вариант только один. Либо выходить и... А хотя там два красных, но они об этом не знают. Да, Крис 11, Оскар 10. И два игрока. Два игрока на базе B. Два без здоровья. Ну, и у Маус. Чет, Маус Борд допускает ошибочки. Да, у Маус уже перетяжка оформляется. Крис Жене допускает. Ну, да, минимум, опять же, в совокупности. Информацией получилось собрать по количеству соперника. Зевс развернул одного. Установка бомбы. Но это единственное, что хоть как-то сейчас спасет финанс на второй раунд. Подожди, вот ты... Рама, рама. Списываешь зевца со счетов. Один в три, один в два. Робс, хорошо. Красавчик Робс просто забрел лову. Итак, Зевс, игра в упоре. 8 патронов по бойме. Ну, здесь четкий кафель. Робс исправляется. Но дают поставить бомбу Мауза Гамбитам. Это значит, что сейчас, возможно, мы увидим попытку сломать экономику. Ну, вот, опять-таки же, зная от тренера команды Гамбит, а именно Мишу Ким, здесь может быть все, что угодно. Гамбиты могут закупаться. Гамбиты могут провести полный экономический. В третьем раунде САК-47 в руках. Друзья, нам бы сразу не пропустить первый пистолетный раунд. Ну, и, конечно же, ставок у нас никаких нет. У меня точно. У Юры, Юра. Тоже нет. Единственное, что хотел отметить. Вот Леша говорил про несобранность Гамбитов. Вот кто-кто, а ребята из Virtus.pro, ну, себе позволить такого говорить, точно не могут. Эти парни на тренировках играют как хотят. Да, они пунктуальны. Ну, вот то, что они делают на праках, это, ну, абсолютно не соответствует... Ну, да. Там хаос. По результатам вообще они уж точно не первые с пракбука вылетят. Ну, да. Итак, карта Трейн. Гамбиты за сторону террориста. Virtus.pro будут обороняться. Сторона КТ. И давайте смотреть, что же придумали Zephs и компания. Есть один комплект гранат как раз-таки у капитана. Дым, две флешки и один деко. И это выход на закрытую базу. Итак, один смог дальним и Менталка в упоре. Игра против Попдога. Ну, и двух достаточно удобных для поляков позиций. В спине также будет орудовать Бьоли, если, конечно же, его запустят. Ну, вроде как Доси сторожит лестницу и... Досичка, как же так? Проигрывает перестрелку Бьоли. Слишком бодро, слишком бодро действуют игроки из команды Gambit. Их за это сейчас будут наказывать. Опять же, сильная такие... Сильная агрессия, но уже в конце этого раунда последний Адрен здесь без шансов. И Virtus.pro потрясающий пистолетный раунд. Ну, и Бьоли, конечно, вот... Что-то с Досей там не то случилось. Что это было, вообще непонятно. По стрельбе просели в пистолеточке Gambit. И, тем не менее, бомба установлена. Филиппа Купски забрали. Уже хорошо. Ну, вот что буду делать дальше. Скаут. Форс, скорее всего, Форс. Ну, скаут от Моу мы видим часто в подобных раундах, в подобных ситуациях. Ну, было бы неплохо, если бы Зевс сейчас дропнул Ака 47-й. И второй скаут. Второй, вот это да, поворот. Вот это уже интересно. Ну, знаешь, у Na'Vi в матче с липсайдами в аналогичной ситуации интересная закупка была. Но там отыграли от Симпла. Здесь на такой шаг Gambit не пошли. Каждый закупился как может. Зевс с первым армором. Мо, нет, есть флешки. Ну, была не была. Давайте смотреть. Защита действует без ошибок. Нет агрессии закрытого. Номер 4. Он же Виктор Войтас остался стоять строго на нижнем. В поддержке у него Филипп Купски. Опять же, номер 5 и номер 2. Ну, и четверка на пока что у поляков на первых секундах этого раунда. Тем не менее, Gambit пока что еще не дергали. Не приступали к каким-либо действиям. Ну что, Зевс. Скаут против Паши Бицепса. У-у-у. Паша такой, у-у-у, как там, как там опасно. Папа бицепсом проверил. Слушай, вот знаешь, чем... Пуль просвистела где-то над плечом и... Чем в счет на чемпионате как бы становится все напряженнее и напряженнее. Там 1-1, 2-0, да. Тем медленнее становятся сами матчи. Настолько все-таки... Ответственность, Игорь. Да, 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 ответственность. Вот именно ответственность. Насколько все аккуратно выглядит. Но выход все равно здесь будет достаточно сомнительный у Gambit. Несмотря на медленность раунда. Даже несмотря на отсутствие проявления инициативы от поляков. Они, кроме зелени, ничего толком-то и не проверили. Итак, выход на закрытую. Вот что придумали Gambit. И давайте смотреть. Здесь Филипп Кубский. Коктейль Молотова полетит моментально. И... Ну, тут сладкий прием. Ну, правда, Филиппа забрали, кстати, в очередной раз без каких-либо проблем. Не справляется с Хоббитом. Хоббит делает все-таки этот минус 3 в 3. Нужно попытаться установить бомбу. Но именно про нее ребята из Gambit забыли. И, в общем-то, это показывает, что они забили на экономику. Но последний. Ну, выхода из этой ситуации я не вижу. Ну, подожди. Скаут. Есть первый минус. Паша Бицепс падает. Красных два игрока. И, мол, надо сделать два четких выстрела. Ну, вот бомбу бы. Ой-ой-ой. Он думает, что его дурят в пленте. Но позиции очень-очень дальние. Мог, конечно, проверил на всех случаях. Он думает, что бурят в пленте. Нет бурятов в составе команды Virtus.pro. 2-0. 2-0. Не давили Gambit поставить бомбу. И продолжают набирать раунды поляки за сторону контртеррориста. Ну, что, 2-0. 2-0, друзья. Ну, что ж, дорогие друзья. Вот сейчас вот мы немножко прервали эфир. Я думаю, вам понравились эти топ-моменты Краков 2017. Всем удачи. Всем пока. С вами был TotemPout. Субтитры сделал DimaTorzok